Мне всегда очень интересны судьбы людей или какие-то жизненные ситуации, в которых я нахожу самые главные жизненные уроки, или просто восхищаюсь людьми и их поступками. Уже скоро мы будем прощаться с уходящим годом, и я хочу посвятить мою сегодняшнюю историю очень важному чувству благодарности. Одна моя знакомая, профессор по изучению еврейской религии, Донна на тему нашего разговора о благодарности поделила со мной случаем из ее жизни. Она владеет немного французским языком со школы и всегда мечтала побывать во Франции. И тут, наконец-то, на шестом десятке жизней ей представилась такая возможность. Готовясь к поездке, она знала, что будет много гулять по Парижу, и перед отъездом набила новые набойки на любимую обувь. Кроме самого города, она мечтала побывать в Шартрийском соборе, который знаменит статуей Черной Мадонны со всей его красотой, о которой она читала много раз. По пути к собору, идя по мостовым улицам Парижа, после небольшого дождя, ее новый каблук попадает в решетку слива для воды, и она падает, ударив немножко руку, встает, отряхивается, но идет дальше, уже аккуратнее. Через несколько минут ее новые каблучки опять над ней шутят и попадают в очередную решетку. Но в этот раз она падает сильнее, разбивает колено, локоть до крови. Собрав себя, она решает, что оставшуюся часть дороги, она поедет на метро. Она заходит в вагон, в вагон поезда и замечает женщину, пожилую, в белом платье, очень простом. Но что-то в ее образе было такого необыкновенного и даже зачаровывающего. Женщина замечает раны и спрашивает. «Эй томбэ?» что значит «упала?» «Уи, да», отвечает она. Через пару остановок Донна выходит и, идя из станции, чувствует, что кто-то трогает ее по плечу. Она поворачивается и видит женщину с поезда. Женщина берет ее за руку и ведет куда-то. Они идут по узеньким, красивейшим улицам. Подойдя к старинному парижскому дому, незнакомка открывает ключом первую дверь. Они заходят в необыкновенно красивый сад. Пройдя через сад, они идут по старинному коридору. И вторым ключом парижанка открывает дверь своей квартиры. Заходя в нее, Донна как будто попадает на страницу одной из книг про Париж, которые она читала. Кроме мебели, в квартире очень много статуэток святой Мадонны. Незнакомка садит Донну на стул и возвращается с тазиком теплой воды. И начинает мыть ее раны и обворачивать их бинтами. Она спрашивает, как тебя зовут? Донна, отвечает она, как Мадонна, показывая на статуэтке. Еврейская Мадонна пытается пошутить Донна. Женщина показывает на себя и говорит, что она католик. Парижанка приглашает Донна остаться на чай, потом покушать и выпить пару бокалов вина. Женщина пытается пообщаться на небольшом французском. Донна очарована теплотой незнакомого человека, ее добротой и заботой. Поблагодарив, Донна уходит и все-таки торопится попасть в собор. Придя в собор, она не может туда попасть, попасть вовнутрь, так как там проходит концерт, на который билета у нее нет. Даже заглянуть внутрь ей не позволили и четко ответили нет. Она походила вокруг, посмотрела снаружи на здание, но не получила того просветленного чувства, которого она ожидала. По пути домой в поезде она размышляет, а что такое собор? Это в общем-то камни и цемент, а святая часть его – это люди. И она понимает, что сегодня ей посчастливилось встретить настоящую Мадонну. У нас у всех есть за что мы можем быть благодарными. Благодарность вводит нас в правильное отношение с реальностью. Благодарить мы можем чаще не только по большим, но и по очень малым приятностям. Благодарность – это дар появления любви. Я желаю вам, чтобы в Новом году вы больше обращали внимание на все прекрасное вокруг вас и наслаждались этим чувством. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ